Спирит 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 душа прелик Производитель Да, это наш производитель Ой Умница Спирит И, дай тебя поблажь маленький Что ты там кушаешь? Спирит Так, кто у нас еще? Это Коп Фандхейм Рожден в Нидерландах Крисской породы Жеребец, ему 12 лет Весит почти тонну О, какой большой Могу поближе показать Какой красивый вообще Можно сходить? Да Ух ты Какой красивый Хочет выйти Погулять Фарийская порода Специально выведена Для королевского престола Чтобы Катать таких В каретах Таких, как Елизавета II То есть, таких важных персон Выведена специально Для королевского престола У вас прям такие элитные лошадки Цвет очень красивый Не нравится Вороной? Да, да Вороной Поделимся Ух ты Вот как, так Ну а Красавец Это Дарлинг Жеребец Дракенской породы У него есть фишка Он показывает язык Когда его угощают Мы, к сожалению, забыли взять. Да, только на остановке сообразили. Он не посмотрел язык высомал. Что это язык показывает? А он сам это так вот как бы? Или научили этому? Нет, сам. У каждого, то есть, когда угощают лошадку, то есть у каждого своя фишка. Некоторые вот он язык показывает, спирит рот открывает, то есть пытается как-то улыбнуться такое. Копа по денеку стучит по двери, то есть у них у каждого своя фишка, то есть ею. Это он сам научился. Это прям активно. Это архивес, украинская верховая порода, это мерин. Да, я не могу. Да, это мерин. Мерин это кастрированная лошадка. Можно, да, погладить? Да, конечно. А вы красиво тоже сбивались. Он получается конкурщик, то есть занимался конкуром, это бег, то есть прыжки через приказы, то есть берут барьеры. Чем выше, тем лучше. Это такой спортивный конь. Это наш старичок, беглуша. Это наш старичок, то есть, вот, ему уже 26 лет, украинская верховая порода, это жеребец. Вот это наш производитель. Кто-то из вас поедет, лошадку будут звать баталия. Вот, это его дочка. Поедете кто-то, он в прошлом чемпион Украины в конных пробегах, в казачьих играх, многократный чемпион. То есть он уже свое отскакал, тоже в прошлом такой отличный производитель, от него очень много жеребят вышло, то есть сейчас лошадки есть такие хорошие, просто отличные. Ой, вообще красивый, тоже цвет такой, ой, красивый. Ну, уже старичок такой, он же сейчас стоит, просто отдыхает. Старичок отдыхает, да. Да, такой бабоконосик. Это клякса, башкирская парнира, из моей любимец. Клякса? Да, близко не подходим, потому что у нее есть жеребеночек, она может защищать. Смотрите, тут жеребеночек. Мать называется Пегая. То есть уже белый Пегая, тут два цвета смешанные. Папа вот этой малышки стоит, там самый первый коня, которого мы смотрели, Спирит, это ее папа. Молоденькая. Да. Маленькая такая. Она сейчас кормит? Да. Ну, это уже такая, уже она подросла, ее месяца полтора, наверное, два, там у нас есть, которые буквально, недели две, наверное, две с половиной. Пошла, пошла за мамой. А сколько вообще они живут вообще-то? Ну, вот 30-35, не больше 35. Ну, так долго. А честно, вот этого я не знаю. Это самая маленькая лошадь нашей гонюшни самая злая, это пони. Вот, она любит покусать, то есть вообще пони считаются самыми злыми лошадками. Да вы что? Маленькая, как собачки. Да, но маленькие злые. Вот, они считаются самыми злыми, то есть, к ней раньше, ну, невозможно было зайти, то есть, только открываешь деревья, она кидается на тебя, начинает кусать, то есть, грызь такое. Сейчас она уже более привыкла к человеку, то есть, она уже привыкла более-менее, уже вроде спокойнее стала. У нас тут прям так все аккуратно, чистенько в клевах. Каждый день, каждый день убирают, вот, то есть, подсыпают новые пилки, вот, сосна, дуб, такие, знаете, как, от ясеня, то есть, такое не сыпем, от них просто неприятно пахнет. Сосна, дуб, попилки насыпаем, им каждый день, то есть, меняем все. Да. Поэтому пони для детишек, да? Ну, она еще маленькая, я бы сказал, ей полтора года, на ней еще ровно отформировало. Я еще не обижен, у нее не сформировался позвоночник. Это ваниль, частная кобыла, то есть, чужая, она у нас стоит на сохранении, у нее есть один голубой глаз. Сейчас убежит. Голубой глаз. Да и цвет у нее такой красивый тоже. Это называется, по-моему, темной гнидой в яблоко, то есть, она была раньше вороная. Нет, кони в яблоках. Это же как, в яблоко. В яблоко. Красиво все. А ты в яблоко, когда ее немножко хорошо кормят, просто нет? Нет. Вообще-то нет. Нет. Нет, я кулеса помню, клею. Да. А, но не вырослась. Мы ее не думаем. Это не при чем. Они откормят, цвета не меняют. Нет. Это тренинг тоже когда-нибудь. Бред. Бред. Это каштан, тоже частный конь. Вот, весит 2 грамм 600, наверное, живого веса. Он ест даже шашлык. Ой, какой огромный дурак, видишь? Хороший шашлык. Такие довольны. Очень общительный, такой ласковый конь, но на самом деле, он очень сильно шугливый. То есть, многие думают, что он табунчик, то есть, за ним ходят все лошади. Нет. Они ходят либо за кобылой, либо за жеребцом. А так как он мерен, то есть, кастрированный лошадь, он, в принципе, никому и не нужен. Ну, из других лошадей. Ротик открывает. Он думает, что вы его сейчас чем-то угощали. Ну вот приехали, как-то это... Да, так, наверное, 98% приезжают, в принципе, не угощают. Жалко, что-нибудь взять, каких-то кормить. Не подумали просто, честно говоря. И он опять же, Ренат. Иди сюда. Это Агата, тоже частная кобыла, у нее есть маленький жеребенок. Недельки две, две с половиной, где-то так. Может, даже три. Вообще, маленький, то есть, близенький. Ей 15 лет. Последний у нее жеребенок был, когда ей было 5 лет всего лишь. 10 лет у нее не было жеребенка, когда она родила, для нее это такой шок был. Неожиданно. Нормально перенесла? Вот и все. Для лошади это не старый возраст, да? Для лошади не старый возраст. Нет, нет. Идемте дальше. Посмотрим других лошадок. Ой, у вас еще одни. У вас еще есть. это ее сын королев, младший сын королев. Там стоит старший сын, зовут его Етай. Это Тамерлан, жеребец. Вот, молоденький жеребец, ему года три, наверное, может, четыре. неудача. Вот. Вот. Ужас. Нет, это еще он такой маловатый, как я бы сказал. Ездили на нем раз, я не знаю, наверное, 20, только, ну, то есть, только недавно объездили. теряют лошадку, то есть, какой у меня пульс, там, вот, зрачки, то есть, глаза, оболочка глаза, вот, обезвоживание. Если все с лошадкой в порядке, вот, и, знаете, с наездником, то отпускают еще. Ты отскакиваешь 80 километров и уже смотрят, у кого лучше, то есть, все результаты. Либо у тебя, либо у твоих соперников. То есть, если лучше у тебя, конечно, ты получаешь. Завод. До какого дерева? До какого дерева? А что нужно сделать? Я не услышал. До пробки у него дерева. А с кем оно занимается? Пробки делают. Ау! Был. 20 дней он растет. Сейчас в комплексе стора. А сколько мы покупаем на фармин? До того, чтобы покупать на фармин? Вот, и вот какой-то вопрос, по стороне она как-то мягкая. От кукурии, кстати, еще у нее не получится. Там мягкое суток, которое будет не отнимать кукурию. Она как-то временем поломается. У меня тут опять вылезали чуть-чуть. А еще не в пятый раз нога из стен не вылетает. Я дальше неправильно. Ура! Тюху-тюху, поаккуратнее. А я слезла вашим. А я слезла вашим. Аккуратненько. Молодец. 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 Сейчас подъем. Я не знаю кому как, но подъема больше нравится. Это не так нравится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Время второе взял Аккуратненько поехали Аккуратненько Ох ты лошадка Не было лета я бы не съелся Наташа, как тебе дам? Ну вообще все чтобы быстрее да я тут чуть не обалден пошел пошел давай, график вот так давай бой 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...